Всем добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист по профессиональной косметике Гильтек. Сегодняшний влог я хотела посвятить уходу между чистками лица. Имеется в виду серьезные чистки лица, которые производит, как правило, косметолог, возможно, с небольшим повреждением кожи могут быть эти чистки. И мы поговорим как раз о том, какие бывают чистки, коротенько совсем. И после этого разберемся, что, собственно, мы должны после чистки делать, что нам нельзя делать и с какими наиболее востребованными препаратами из нашей линейки можно построить рутину межпроцедурную. При комбинированной жирной коже, склонной к комедонообразованию, успалении, ну то есть для тех людей, которые, в общем-то, к чисткам вынуждены прибегать эпизодически, либо регулярно. К разновидностям чисток относится травматичная чистка, ну, собственно, чистка, которая не предполагает воздействия какими-то агрессивными методами. Ничего мы не удаляем, никаких пустулезных элементов, даже не даем кабиноны. То есть в основном используется этот вид чистки для чувствительной кожи, когда есть гиперкератоз и склонность к комедонообразованию, но кожа настолько чувствительная, что ее нельзя, как говорится, агрессивно обрабатывать. Поэтому травматичная чистка – это воздействие только химическими препаратами. Очищение, глубокое очищение, поросуживающая маска, например, и какая-нибудь восстанавливающая, успокаивающая маска в конце. В основном же в кабинетах косметологов делаются чистки комплексные или мануальные. Комплексная чистка – это когда мануальный этап ручной удаления комедонов, пустулезных элементов с помощью ложки уна, комедонов с помощью рук или ложки уна, с использованием, например, одноразовых игл. То есть здесь идет такой, как бы, все-таки агрессивный момент и микротравматизация кожи. Комплексная же чистка – это когда у нас совмещается ручной этап и какая-нибудь аппаратная методика. Например, ручной этап предваряется ультразвуковым пилингом, либо гальванической дезинкрустацией, либо еще какими-то другими видами аппаратных чисток. У нас есть достаточно видео на канале на эти темы, возможно, какие-то ссылочки где-нибудь здесь мы укажем, если интересует информация про чистки подробнее. И, соответственно, если мы имеем на коже микротравмы, если кожа склонна к воспалениям, то нам, естественно, после чистки наиболее скрупулезно и педантично нужно соблюдать правила, о которых, я надеюсь, как правило, косметолог информирует своего пациента, который, соответственно, пришел к нему на чистку. Что нам нужно делать после чистки? Во-первых, у нас есть определенные ограничения. Конечно же, нельзя трогать лицо руками, стараться вообще минимально это делать. Но, кроме этого, желательно в течение суток, ну или хотя бы 12 часов не пользоваться вообще никакой декоративной косметикой, в идеале вообще никакой косметикой. И советую тоже, например, начинающим косметологам все-таки стараться назначать чистки и подобные процедуры на вторую половину дня, чтобы не приходилось даже в конце процедуры наносить, например, плотную какую-то солнцезащитную текстуру на кожу, и можно было пациента отпустить с каким-нибудь легким противоспалительным гелем или фридом на лице. Кроме того, 2-3 дня желательно не пользоваться тональными средствами, особенно плотными, и не использовать, избегать достаточно плотных солнцезащитных средств, хотя иногда избежать их невозможно, но тогда нужно искать текстуру All-Free или пользоваться минеральным экраном и тщательно смывать в конце дня. То есть стараться минимально не перегружать кожу в течение 2-3 дней после чистки. При наличии воспалений активных, к сожалению, 3-4 дня после чистки иногда приходится воспользоваться какими-то бесспиртовыми антисептиками, 2 раза в день протирать лицо, например, хлоргексидином 0,05% или актонисептом, для того, чтобы предотвратить вот эту воспалительную реакцию, обсеменение патогенной микрофлоры кожи, которая разоржена после такой достаточно агрессивной процедуры. Кроме того, в течение 3-х дней после чистки не желательно посещение спортзалов, бассейнов. Нельзя купаться в водоемах, естественно, когда вода гораздо более грязная, чем в бассейне. Не нужно ходить в баню, сауну, не нужно принимать активно горячие ванны, не нужно использовать в течение недели скрабирующие, пилингующие какие-то составы, то есть не дополнять лишней агрессии. Не нужно использовать скатки, не нужно использовать различные комбинированные скрабы, то есть кожа должна успокоиться. Естественно, важна очень гигиена, это наши любимые одноразовые полотенца, либо многоразовые, которые стираются в конце недели или кипятятся. И, соответственно, чистая наволочка, желательно проглаживать ее ежевечерней, если кожа, опять-таки, склонна к воспалениям. Вот такие правила. Умываться, естественно, лучше по возможности кипяченой рефильтрованной водой, но если нет такой возможности, хотя бы после умывания использовать тоник с нейтральным или слабокислым PH. Что касается ухода. Если кожа не проблемная и нет активных воспалений, то, в принципе, уход после чистки ничем не отличается от ухода без чистки. То есть мы восстанавливаем кожу в течение 2-3 дней и возвращаемся к своей привычной рутине. Если же есть активные воспаления, то нам на помощь приходят противовоспалительные средства, такие, как, например, сыворотка стоп-акне с азолаиновой кислотой и сыворотка альфа-дерм с миндальной кислотой и комплексом других АХ-кислот. Причем эти препараты могут применяться как по отдельности. Например, стоп-акне может использоваться утром и вечером, а могут и в комбинации. То есть, например, утром стоп-акне, вечером альфа-дерм. То есть у многих различный ответ на эти препараты кожи происходит. И кому-то хороша схема комбинации стоп-акне и альфа-дерм, кому-то достаточно только стоп-акне. И здесь уже, как говорится, методом пробы ошибок человек приходит к тому, что для него оптимально. А кто-то, наоборот, использует утром какие-то антиоксидантные или антиэйдж препараты, а вечером использует, например, альфа-дерм, если это возрастное акне, к примеру. Также нам может помочь наш медицинский гель Демотен с серой. То есть, если кожа воспаленная или, допустим, это паплопостулезная стадия розации, очень хорошо для ухода увлажняющего, успокаивающего и немножко корректирующего численность патогена микрофлоры подходит гель Демотен. Также нам может помочь, естественно, правильное очищение. Это у нас, естественно, мягкие наши очищающие средства. У нас нет сульфатных средств, поэтому, в принципе, подходит любое. Самый универсальный вариант, конечно, очищающий гель. Если вынужден человек пользоваться плотным камуфляжем, камуфлирующей косметикой или какие-то средства плотные используют на коже, то не забывайте смывать вечером эти плотные средства, декоративные или уходовые, при помощи гидрофильного масла. Гидрофильное масло, напомню, в отличие от очищающих средств, гелевые текстуры наносятся на сухую, а не на влажную кожу, и потом уже эмульгируются с водой. После этого завершать очищение можно очищающим гелем и воспользоваться каким-то из тоников. Для использования днем дополнительным матирующим эффектом и успокаивающим, благодаря как раз, например, каламином в составе, очень хорошо подходит матирующий тоник. И напомню, что его надо очень тщательно встряхивать, взбалтывать, чтобы растворился полностью твердый вот этот осадочек, потому что у этого тоника текстура суспензии. И когда вы его полностью гомогенизировали путем взбалтывания энергичного, после этого наносим на лотный диск, протираем лицо. Можно воспользоваться тоником для жирной и проблемной кожи, балансирующим тоником, можно воспользоваться тоником сахарокислотами, как правило, в вечернее время его используют. То есть это все тоники, которые помогают нам завершить правильное очищение для, например, проблемной кожи. Кроме того, если склонность к амедоаннообразованию очень высока, хорош в уходе будет препарат с салициловой кислотой, например, безспиртовой лосьон, наш отшелушивающий с салициловой кислотой 2% и короивы. Его можно использовать либо на Т-зону, либо на все лицо, если есть необходимость, тоже после умывания. То есть он будет на каком-то этапе, утром или вечером, заменять тоник. Можно использовать его не каждый день. И в заключение, для регулярного отшелушивания в межпроцедурном уходе, даже без похода к косметологу, вы можете сами использовать энзимную пектиновую маску. Это мягкий пилинг на основе папаины и молочной кислоты. И комбинировать ее с использованием маски на основе коалина, бентонита и каламина в составе маски Себобаланс. Соответственно, раз в неделю или даже два раза в неделю в некоторых случаях вы можете нанести энзимную маску под пленку, либо просто так, либо сделать по ней легкий самомассаж, если нет активных воспалений. После этого смыть ее, нанести тонким слоем маску Себобаланс, подержать еще 15 минут, смыть влажным компрессом и, протонизировав кожу, нанести свой привычный вечерний уход, например, сыворотку Альфа-Дер. Вот такой уход между чистками мы рекомендуем. Если у вас есть какие-то свои лайфхаки, кстати, одним могу поделиться, маска Себобаланс также подходит для локального применения поверх воспалительных элементов, как такой спот-тритмент. И если у вас есть свои какие-то интересные наработки на эту тему, будет очень интересно их послушать, и нашим подписчикам в том числе. Делитесь опытом, помогайте друг другу правильно ухаживать за кожей. Мы с удовольствием ответим на все вопросы, которые вы зададите. Подписывайтесь на наш канал, если он вам интересен. Ставьте лайки, и это будет тоже нас мотивировать. Ставьте дизлайки, если вам не понравилось. Можете поставить перед просмотром видео лайк, а потом его отжать. Все в ваших руках. Мы будем очень благодарны за обратную связь. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok